Доброе утро. Прям максимум по-американски. Я опять сегодня на траке, на пикапе, как хотите, так это и называйте. Мы едем на работу и я попозже расскажу, что он автомаргает, почему я столько катаюсь на траке, а не на своей ауди. Маленькие машинки, аккуратненько, и вообще гостевой паркинг, это плохо. Едем забирать пацанов и на работу. Что, говорят в обратную сторону? Не, ну хорош, ну не в таком, ты меня снимаешь, не в самом лучшем виде. Давай, лучший вид. Я сейчас не буду ничего делать. Ну ладно, я пока тогда посмотрю, что тут пришло. Зачем ты меня слушаешь? Что-то пришло. Да, я тут уже пожаловался, потому что она приходила всякой, всячиной. Только вот кассету я заказал на домашний адрес, а не на рабочий. Поэтому сейчас пока разберем, а там видно будет. Отстанет меня. Короче, вляпались мы с этим лесопедом. Жесть. Вляпались мы с лесопедом, Димун. Ну да. А я чуть не вляпался с Киви. Да? Ты моя радость. Но прикол в том, что нам нужна другая цепочка, нам нужна другая звездочка, или надо менять эти колеса. Знаешь, цена колеса в вашей ставке? Ой, я смотрел. Вот 100 до 250 долларов. Хер, от 250 начинается это говно на Амазоне. А, да. Поэтому я заказываю такую же звездочку. Лучше мы переведем систему переключения передач на 7 передач. И ладно, меня вполне устраивают с такими ценами не сильно удачные передаточные числа. Так что так вот. Итак, вот почему я был без машин наконец-то. Правда, я тут, видите, пассажир. Но у меня есть дярик водила, который меня... Да, мне очень понравилась эта машина. Я считаю, что Александр должен отдать мне вообще навсегда. Ну, посмотрите на вот эту панельку. Гимзавета доработала последний день на работе и переходит на другую. Поэтому сейчас ей нужна была машина доработать. Я в потоке делаю. В потоке, да. Вот мне что, везет. И поэтому я несколько дней без машины. Мне тачку возвращают. Ага, сейчас. Сейчас на новую работку. Как поеду на этой красненькой малышке.